Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Доброго всем вечера. В эфире программа «Трофей и рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин. Сразу же напоминаю, что наша передача «Рыбацкая» выходит не только по четвергам с 8 до 9 вечера. К тому же повтор есть еще по воскресеньям с 16 до 17. И заостряю ваше внимание на том, что у каждого выпуска передачи есть видеоверсия. Видеоверсия доступна на канале нашей радиостанции в YouTube, непосредственно на сайте «Эхо Кирова». Кроме того, многочисленные ссылки вы найдете в наших социальных сетях и в первую очередь на странице ВКонтакте. Напоминаю, что очень интересной получилась предыдущая наша программа. Был турнир по ловле форели на спиннинг в рыболовном клубе «Белуга», что в чистых прудах. Видеоверсия, на мой взгляд, и не только на мой, получилась очень классной. Вот там живьем можно посмотреть, как рыбаки ловили, тащили из воды эту самую форель. Как проходила церемония вручения. Затем мы пообщались с победителями. Еще, пользуясь случаем, хочу разочек их поздравить с этой победой. Все было здорово. Погодка была, надо сказать, не очень такая теплая. Температура воздуха была где-то на уровне плюс двух градусов. Естественно, рыбаки, перед тем, как два часа стезаться, они хорошенько утеплялись, чтобы не убежать в самый ответственный момент с водоема. И вот сегодня, в нашей очередной передаче, мы как раз-таки будем говорить, как, чем, насколько можно утепляться. Памятуя о том, что зима на носу, и будем говорить не только о случаях выезда или выхода на рыбалку, но и об активном отдыхе, катании на сноуборде, на лыжах, либо вы просто выбираетесь куда-то на дачу, на загородные участки, вам хочется быть в тепле. Современная индустрия, надо сказать, давно уже все придумала. Не надо по старинке поступать, натягивать на себя много свитеров, много маек, какую-то старую пуховую куртку брать и так далее и тому подобное. В нынешних магазинах все для хорошего утепления, для зимнего отдыха можно найти. И, собственно, вот к этой теме мы переходим. И основное сегодня действующее лицо в программе о рыбалке. Только не удивляйтесь, сегодня мы с девушкой будем беседовать. Это Екатерина Климова, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Катя, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Специалист, который сегодня будет рассказывать нам в том числе про то, как подобрать термобелье, так называемое, если вы еще не слышали и не знаете, что такое, что за термин. Такое термобелье, то обязательно слушайте. Сейчас мы начнем с Екатериной беседу. И, естественно, мы не забываем о том, что каждый выход программы «Трофеи рыбалка» это еще и подведение итогов конкурса. Все подробности нашего конкурса размещены в нашей группе, в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Это фотоконкурс. Всего-то малость. Вам нужно туда фотографию выложить с зимней рыбалки. Если она понравится наибольшему числу наших пользователей, вы получите отличный приз. И сегодняшний победитель получит сертификат от уже упомянутого сегодня мною рыболовного клуба «Белуга» в «Чистых прудах» сертификат на 3000 рублей. На эту сумму там можно очень даже неплохо порыбачить. Екатерина, ну, коли программа-то у нас о рыбалке, я не могу не спросить, у вас как с этим делом вообще по жизни? Ну, в детстве я с папой ездила на рыбалку, но мы в основном ездили летом, когда было тепло, когда комары, жарко. Мы ездили за рыбой. Зимой вы туда не-не? Нет, зимой как-то я не очень люблю сидеть на льду и ловить рыбу. Папа у меня рыбак. Папа любит ездить на рыбалку. В основном он ездит на Волгу за судаком. То есть это одна из самых моих любимых рыб. Судак. Любимый в смысле по вкусу, по блюдам, приготовленным из судака. У нее такой специфически чистый вкус мяса. Вы часто говорите, что как будто никто не пробовал судака. Для меня она прям особенно вкусная. Можно послушать ваши ощущения. По сравнению с более, скажем так, с другими рыбами, то судак и щука, это для меня самая любимая рыба. Сом тоже достаточно свежеприготовленный, жирненький сом. Это прям загляденье. Ну, а трофеи-то, которые вам вот попадались тогда, когда вы ездили? Я ездила на Лохе, мы ловили раков. Ага. То есть рыба тут ни при чем. Вы на раков охотились. Я очень любила в детстве раков ловить. То есть это было очень весело. Как это сказать, там, занимательно. И когда у тебя в руках просто маленький с клешнями рак, это непередаваемое ощущение. Многое, если не ошибаюсь, существо вот это, да. Это незабываемое ощущение, особенно, когда он тебе цапает за палец. Потом было довольно забавно все это варить и, соответственно, употреблять. Они и правда краснеют. Да, то есть они буквально спустя пару минут в кипящей воде, они становятся красными. То есть мы даже как-то их варили и потом лаком покрывали. То есть они какое-то время у нас в качестве экспоната дома были. Сувенир такой можно делать. Ну, а все-таки, даже, ну, тему-то про рыб. А вот самая большая рыбина, которая вам попадалась на какую-либо снасть? Я лично не ловила. Но самая большая, на свой счет, которую я помню, рыба, это была... Вообще ни одной рыбы не ловили? Вообще? Только раки. Только раки. Хорошо. Ну, поэтому вы и отвечаете в арсенале за термобелье, а не за крючки, воблеры и так далее. Да, мне больше нравится работать с одеждой. Вы заботитесь о том, чтобы... Людям было комфортно находиться на рыбах. Да, чтобы, извините, попа была в тепле в том числе. Да. Ну, хорошо. Ну, все впереди наверняка, потому что мужской коллектив у вас достаточно активный в плане рыбалки. И я знаю, что активно ребята выбираются, привозят массу впечатлений, массу фотографий. И обо всем этом в том числе рассказываем в программе «Трофеи рыбалка». Итак, давайте уже перейдем. Вот сейчас, насколько я понимаю, самое время позаботиться о том, чтобы быть в тепле при выездах на свежий воздух, в том числе на рыбалку, раз уж у нас рыбацкая программа. Вот с чего начать? Вот конкретный прямо дадим сейчас пример, конкретную инструкцию, с чего начинать? Куда идти? Если вы хотите, допустим, приобретать термобелье для занятия спортом, то, соответственно, нужно, прежде вообще, чтобы определиться, что вам нужно, нужно выбрать, для чего оно нужно. То есть термобелье бывает разное. Бывает для активного, для средней и для низкой активности. Низкая активность – это когда ты вышел и сидишь. Ну, да, вышел и сидишь. 20 мороза, 30 мороза. Причем, вне зависимости, рыбалка, это охота, просто прогулки. То есть это любой вид деятельности, где не прилагаются большие какие-то физические нагрузки. После того, как вы уже определились с видом деятельности, которой вы хотите заниматься, вы уже смотрите по составу. То есть по составу термобелье тоже бывает достаточно разное. Причем очень широкий ассортимент всякого термобелья. Не торопитесь. Давайте для начала, что входит в понятие термобелье? Вот отдельные вещи какие-то я вас попрошу назвать. То есть термобелье, насколько я простым языком выскажу, это то, что непосредственно к телу прилегает. Это как нижнее белье считается. Это чаще всего это кофта. И, допустим, у мужчин это кальсоны, у девушек это лосины. Бывают еще футболки. То есть, извините за интимные подробности, нижнее белье непосредственно, на него уже термобелье. На него уже одевается термобелье. И дальше все остальное. Оно одевается непосредственно только на нижнее белье. Ни на футболке, как вот некоторые до сих пор одевают. Поверх майки еще термобелье. А что, бывают и такие? Бывают и такие. То есть, поверх майки одевают термобелье. Оно работать так не будет. Эффекта тут нету? Нет. Нету. Так, поехали дальше. Не торопитесь, у нас время есть. Потом уже, соответственно, когда человек определяется, для чего ему нужно термобелье, он уже приходит непосредственно в магазин и спрашивает. То есть, ну, просит помочь ему. То есть, он, допустим, если нужно на низкую активность, мы подбираем термобелье именно с подходящим для него составом, чтобы человеку было не жарко, чтобы человеку было комфортно. Если, соответственно, ему нужно на высокую активность, подбираем такое-то термобелье. Ну, там в зависимости уже именно от вида деятельности человека. Ну, давайте вот сейчас конкретный случай переведем. Низкая активность, как я понимаю. То есть, рыбак, он, например, вот в выходной день, да, в выходной день имеет возможность выбраться куда-то на водоем замерзший. И он не поклонник, не сторонник того, чтобы бегать по водоему и сверлить лунки, как сумасшедший. Он вот в одну луночку забросил свою лунку. И сидит. И сидит. Вот это низкая активность. Высокая активность, это наоборот. Когда снегоход, о которых мы тоже, кстати, говорили. Когда бегают по лункам. О которых мы, кстати, тоже, кстати, говорили с вашими коллегами из компании «Арсенал», с Антоном Хлыбовым. Тоже есть программа в записи, можно найти на нашем сайте. Это когда ты ездишь, путешествуешь. Да, когда человек постоянно двигается. Много лунок делаешь и так далее, да. Ну, средняя активность, это уже когда человек там лунку пробурил, посидел, перешел. Это такой промежуточный вариант. Да, более лайтовый вариант, когда человек не сильно напрягается, но в то же время он и не сидит на месте. Так, определиться. Определились. Пошли в «Арсенал». Ну, допустим. Так, подходите к эксперту и говорите, что вы можете мне предложить, так? Так. Вот дальше ваша работа и ваш текст уже, да. То есть первое, что мы спрашиваем, это для чего термобельё? То есть для охоты, для рыбалки, для спорта? Для какого вида деятельности нужно термобельё? Ну, допустим, человек там предпочтел, ну, просто гулять с ребёнком. Часто девушки приходят и спрашивают термобельё именно для того, чтобы гулять с ребёнком. В этом плане, то есть мы постараемся подобрать термобельё средней толщины, то есть с добавлением шерсти, чтобы оно именно и влагу выводило, если где-то поиграли с ребёнком, ну, на горках покатались. И в то же время тело оставалось сухим. Если человеку нужен там для активного, то есть мы стараемся подбирать стопроцентную синтетику, потому что синтетика, самое что удивительное, её не нужно сторониться. Синтетика в термобеле — это как основной компонент, который именно позволяет телу оставаться сухим. А что именно из синтетика? Как называется этот материал? Полиэстер, полипропилен, полиамид, то есть там тоже достаточно много разных, но вот это, как считаются, три основных. Из шерсти чаще используют шерсть мериносов. Животные такие? Да, это маленькие такие барашки. Она лучше, чем наша шерсть, справляется с высыханием ткани. Наша, в смысле тех животных, которые у нас в нашей области принято использовать в качестве. Овцы, бараны, да. Тут меринос. Она лучше справляется именно с теплоизолирующими свойствами и при выводе влаги на внешний слой термобеля тела, она быстрее высыхает. То есть так же, как и термобельё, часто используются в термоносках. Но человек тут при этом чувствует, что он, извините, вспотелый, он сырой? Или нет этого ощущения? Нет, это практически не замечается. Он не чувствует себя, как лягуша такая? Тут правильно выбрать не только термобельё. Вообще, чтобы зимой, допустим, не замёрзнуть, ну, предположим, там, на рыбалку. Первый слой считается термобельё. Это относительно толстое нательное бельё. Сверху, поверх него уже одевается второй слой. Вторым слоем считается флисовая одежда чаще всего. Третий слой непосредственно мембранная одежда. То есть при выборе правильных трёх компонентов человек практически не испытывает какого-то дискомфорта при какой-либо деятельности. При том, чем он надумал заниматься. Да, да. Ну, мы про термобельё сегодня говорим. И так определились, насколько активно мы там себя будем вести на природе. Маркировка, то есть я имею в виду толщина. Тут как её выбирать, всё-таки подбирать. Вот это тоже зависит от деятельности. Если низкая активность, то лучше брать более... По толще. Да, потому что воздух, который остаётся между телом и термобельём, он и как раз регулирует теплоизоляцию всего организма. То есть человек находится, как сказать, в своём микроклимате. При активном стараются, наоборот, брать самое тоненькое термобельё, чтобы оно быстрее выводило влагу. При среднем, ну, допустим, двухслойное. Бывает вот трёхслойное термобельё первого слоя. Оно очень толсто. Вот его стараются брать именно на низкую активность, но оно идёт не чисто с шерстью, а с добавлением всё равно синтетики. То есть тут именно, как при правильном плетении тоже смотрят на выбор термобелья. Тут очень много достаточно нюансов. И всё это упирается в один вопрос, для какого вида деятельности именно человек приобретает термобельё. Опять же, возвращаемся к тому самому вопросу. То есть это самое главное. То есть не бывает универсального термобеля, который идёт и на актив, допустим, и на пассив. Желательно всегда иметь два термобеля. Одно у вас идёт именно на активность, а второе идёт на низкую, допустим, на среднюю активность. А там есть вот в зависимости от толщины тоже свои какие-то индексы? Ну вот, простите, как у женских колготок там, например. Конечно. Определённое количество дэн, например, да? Там то же самое. В принципе, да. Ну, тут зависит ещё от маркировки производителя. Вот у нас есть термобельё Гуаха. У него именно прямо... Это бренд, да? Да. У него прямо расписано, то есть, допустим, средняя активность. Оно подходит, допустим, для средней и для высокой. То есть два в одно. И, соответственно, и выше идёт, допустим, на прохладную и на холодную погоду. То есть там именно расписано полностью, на какую температуру, для какой деятельности. Это очень облегчает потребителю, который не очень хорошо вообще понимает в термобелье. И первый раз, как новичок приходит, без специалиста, в принципе, он может себе подобрать термобельё. Но такая маркировка далеко не у всех есть. А вот, кстати, да, такой простой, но жизненный вопрос. А до какого значения отрицательного температуры воздуха термобельё позволит стопроцентно тебе находиться в тепле? Ограничений нет, в принципе? Нет, вообще ни вегет. То есть можем хоть на Северный полюс отправлять, да? Без разницы. Оно же подразделяется. Есть специальное термобельё, допустим, для альпинистов. То есть у них же достаточно низкие минуса, где они пребывают. То есть тут тоже вид деятельности. Альпинист — это активный всё-таки, да? Это активный, но тем не менее у них идёт специальное плетение нитей, за счёт которого тело достаточно хорошо и быстро отводит влагу, точнее всё, термобельё от тела отводит. И при всём этом у них идёт добавление, допустим, шерсти, чтобы человек находился в тепле. То есть тут тоже своё, получается. Своя специфика. Да. Непосредственно вы предоставляете возможность примерки, да? Да, конечно. Обязательно его нужно примерить. Его обязательно нужно мерить, потому что термобельё, во-первых, оно обмена возврату не подлежит, так как это считается нательное бельё, как нижнее бельё. То есть когда ты купил, уже не можешь вернуть? Нет. Это считается нижнее бельё. А на примерку что вы даёте? На примерку он может померить его. То есть мы же, когда он его домой уносит, мы же не знаем, что он с ним делает. А, ну да. То есть тут тоже свои нюансы есть. А так термобельё обязательно нужно мерить, потому что термобельё должно плотно прилегать к телу, но тем не менее оно не должно совсем сковывать движение. А как понять вот это? Ну не знаю. Может, у человека какой-то низкий болевой порог, может, он не понимает, что его... Нет, у термобеля есть своя специфика покроя вообще термобеля. То есть у них идут плоские швы, которые не натирают. Оно бывает с плечами, то есть именно по плечам, по швам идёт. Бывает вообще практически бесшовное термобельё. Вот бесшовное термобельё – одно из самых таких удобных видов термобеля, где вы одеваете, если оно вам мало, вы в любом случае почувствуете, потому что оно будет очень сильно сдавливать тело. Оно, наверное, и подороже. Про цены мы чуть позже поговорим, но я так это просто к слову. Так, продолжайте. Вот. А есть, допустим, по плечам, по плечам, там видно то, что... Ну, как футболку вы одеваете, меряете, вы же чувствуете, мала вам она или не мала. Вот тут примерно этот же самый принцип действует. Только единственное, оно не должно свободно на вас сидеть, потому что эффекта от этого тоже получается уже практически не будет. То же самое, что вы свитер оденете и пойдёте. То есть тут примерка у нас. Мы стараемся настаивать на том, чтобы люди всё-таки приходили, когда они его мерили. С этим проблем, в принципе, не возникает у нас. Интересный вопрос. А что касается... Ну, это, конечно, без разницы, какого цвета термобельё, но всё-таки, может быть, есть такие... Вы удивитесь. Это очень большая разница. Такие приведы есть. Ну, вот давайте поговорим об этом. Самое классическое. Как оно выглядит, чтобы это было красиво. Женское термобельё вот у нас в этом году, Лоскан пришёл, оно пришло розово-серого цвета. То есть оно очень было... Девчачьего цвета. Да, оно пришло очень красиво. Мужское в таком же... Из этой же серии пришло красное-чёрное. То есть некоторые мужчины это не смущает. Они приходят, то есть им без разницы. Не видно же вроде как бы нательное бельё, одел и пошёл. Некоторым нужно именно, чтобы оно прям было чёрное. То есть очень часто сталкиваемся... Чёрное стройнит. Очень часто сталкиваемся с тем, что мужчинам нужно термобельё не только, допустим, для охоты, рыбалки, туризма, а на повседневку. То есть он надел, допустим, чтобы оно выглядело со стороны, как водолазка. То есть он пошёл на работу. То есть оно и такое есть. Оно не обязательно должно быть как спортивная одежда выглядеть. Оно достаточно распространено. Ну, вообще термобельё распространённая вещь. И у нас очень много водолазок, которые действительно выглядят как обычный мужской джемпер. Хотя на самом деле это специальная вещь, чтобы сохранять тепло. И это тоже. И покровник достаточно идёт свободный. Ну, не то чтобы свободный, он идёт расширенный. То есть он подходит и как для работы, так и для туризма, для рыбалки, для охоты в том числе. То есть тут нет такой градации, что там мне нужно серо-буро-малиновое вкрапинг. Ну, наверное, эта вещь так пошита, что она снаружи-то к телу хорошо прилегает. Конечно. Это всё сохраняет тепло. То есть внутри. Наоборот, изнутри. Внутри, да. А снаружи это выглядит, ну, как хорошая вот такая вещь. Ну да, как обычно. Которая не стыдно выйти, появится на людях. Это не особо как-то, не знаю, вводит покупателей в заблуждение, что там, как это будет на мне смотреться. Ну, женщины-то, я сделал предположение, наверняка больше привередничают. Как оно выглядит, как оно сидит. И это тоже бывает, сталкиваемся, но... Перемеривают всю коллекцию. Нет, на удивление нет. Иногда даже бывает такое, что женщины менее привередливы в выборе термобелья, чем мужчины. А деле они действительно вот как бы... Мне главное, что... Мне без разницы, как я буду выглядеть. Мне главное, чтобы мне было тепло и комфортно. А сколько служат вообще вот эти вещи? При правильном уходе термобелье может служить очень и очень долго. Несколько лет? Спокойно. Пять, десять? И были инциденты, что да, действительно там... Не инциденты, прецеденты. Прецеденты. Инциденты, это что-то плохое. Покупатель пришел и сказал то, что у меня термобелье вот 10 лет уже. Я хочу вот... Оно немножко поизносилось. Немножко причем за 10 лет. Я хочу новое термобелье себе купить. То есть, если правильно ухаживать вообще за любой, в принципе, вещью, вне зависимости, термобелье это или еще что-то, то это будет служить достаточно долго, и своих свойств оно не потеряет. Вопросы об уходе тоже чуть на попозже оставим. Еще тоже такой с бытовых позиций хочется о нем поговорить. Оно растягивается, в принципе? Вот оно как-то теряет свою форму со временем? Тут зависит немножко от состава. Если в термобелье используется хлопок в составе, хлопок он может подрастянуться. Стопроцентная синтетика, вот этот же полиэстер, он не растягивается. То есть, он, в принципе, не теряет своих первоначальных форм, вне зависимости сезон, два, три вы его относите. Вы об этом говорите? Это надо учитывать при выборе той или иной модели? Конечно. Они все... Вот смотрите, это может подрастянуться там. Покупатели все равно, то есть, если они приходят и говорят, вот мне нужно термобелье с хлопком, то есть, я их сразу предупреждаю, что... А почему с хлопком, вы спрашиваете? Или вы уже знаете, что... Это достаточно распространенная, не знаю, как сказать, то ли проблема, то ли... Ну, нюанс такой. Да, то есть, человек вроде приходит, мне нужно для активного, но мне нужно с хлопком. Мало того, что он немножко неправильно подобрал состав для активной деятельности, так оно еще и растянется со временем, потому что хлопок имеет свойство растягиваться. Но хлопок, он приятный, да? Сейчас такие синтетические волокна используют, что их практически не отличишь. Хлопок — это шерсть или полиэстер. То есть, даже эта же шерсть мериносов, она очень мягкая на ощупь, она очень приятна, она не колется к телу. То есть, ее приятно одевать, носить, и вы практически не замечаете разницы, что вы одели. Там шерстяной свитер или синтетическую футболку. Так, давайте сейчас поговорим о брендах, о тех производителях, которые представлены в компании «Арсенал». Выбор достаточно большой. Да, достаточно. Страна-производитель обычно этого термобелья? Германия, Россия. Кстати, Россия очень хорошо стала линейку расширять. Что посоветует ей так вот прям сразу? Обращать на импортное внимание или все-таки можно и российское? Ну, так уж, если честно, признаться. Я тут больше склонюсь, опять же, к виду деятельности. Ну, давайте. Допустим, если брать... Хорошо, давайте актив и пассив. Более для меня, вот как по мне, более универсальным термобельем, это норвеговское, это производитель Германии. По мне, вы имеете в виду, вы активный отдых любите, да? Нет или что? Тут вне зависимости, активный это будет или более пассивный. У них очень неудобная линейка, оно идет тоненькое, но при всем этом по составу оно идет 50 на 50 шерсть и полиэстер. Оно, получается, оно и влагу у вас, во-первых, будет отводить, в то же время оно и тепло сохраняет. То есть для охотников, которые, для рыболов, которые именно занимаются не высокой активностью, а что-то более среднее или там низкое, вот это термобелье лучше подходит. И оно тоненькое, то есть оно не толстое идет. У Гуаха есть подобная такая же серия и у нашего российского вертикаль. Запомните, вертикаль, марка вертикаль. У них тоже идет, они примерно схожи с Норвегом. Единственное, у них ценовая политика чуть пониже. То есть тут уже человек отталкивается в силу своих финансовых возможностей. То есть если он готов отдать 5,5 тысяч за термобелье, то чаще всего покупают Норвег, даже не задумываясь, есть российский аналог или нет. Если у человека более ограничен бюджет, то он старается, просит, так сказать, мне что-то более вуздое. Более бюджетное, более недорогое. Можно ли выбор хороший сделать по соотношению, как говорится, цена-качество? Конечно. И цена, в общем-то, такая достаточно небольшая, и качество, блин, ну вот супер. Самое, что удивительное, у нас в магазине представлено термобелье, у которого цена не завышена. Это как? Вот у него как раз идет градация цена-качество. То есть у него средняя цена идет. Цена завышена, это что там, переплата за бренд или что еще? Да, вот допустим, у нас этого термобелья нету, но вот я знаю, что есть, допустим, термобелье фирмы Red Fox. У них цена очень хорошая. Почему нету? Хочется справа спросить. Потому что оно дорогое. Ага. То есть вы все-таки ориентируетесь на возможности покупателей. Да, на покупателей, которые к нам чаще приходят, то есть более со средним бюджетом, чтобы и для покупателя было комфортно прийти, выбрать термобелье и не отдать за него там 10-15 тысяч. И в то же время и покупателю было комфортно носить термобелье, чтобы оно приносило только радость. И тут вот большой достаточно выбор именно, то есть в среднем выборе термобеля можно уложиться, ну, примерно тысяч до трех. Если вот бюджет уложится, то до трех. Если чуть подороже, то вот это вот, то самое Норвека, оно уже идет пять с половиной. Ну, давайте еще более подробно о стоимости термобелья в компании Arsenal. Мы поговорим через небольшую паузу. Это будет реклама. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Трофе и рыбалка». Меня зовут Владимир Сметанин. И о вас сегодня, уважаемые рыбаки, любители зимней рыбной ловли, мы заботимся. В том числе и о вас, любители активного отдыха. Мы говорим сегодня подробно о термобелье. Екатерина Климова, эксперт компании Arsenal. Продолжим очень скоро. Трофей «Рыбалка». Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Продолжается программа «Трофе и рыбалка». Екатерина Климова, эксперт компании Arsenal. Говорим сегодня о термобелье. Давайте сейчас побольше о цене поговорим. Все-таки сколько класть, что называется, в кошелек при походе в магазин за тем, чтобы термобелье качественное приобрести? Ну, в среднем я стараюсь... Сколько на карточке должно быть, да? Сразу предупреждать, то есть, вне зависимости, дорогое вы хотите брендовую одежду купить или нет. Примерно тысяч в пять может положиться каждый покупатель, любой. Не менее пяти желательно все-таки рассчитывать вот именно на эту сумму? Ну, примерно да. Так, для мужчин, еще раз напомним, в эту стоимость войдут кальсоны. Кальсоны и футболка. И футболка для женщин. Ну, водолазка. Для женщин. Лосины и также водолазка. Лосины и водолазка. Вот еще раз напомнили. Тут есть еще один маленький плюс. У нас термобелье продается по отдельности. То есть, у нас есть комплект. То есть, можно в три тысячи уложиться и купить, допустим, верх и низ. То есть, либо верх, либо низ? Нет, комплект купить можно. А можно, если, допустим, вы пришли и сказали, вот мне нужна одна кофта. То есть, вам не нужны кальсоны. То есть, можно отдельно купить кальсоны. То есть, есть возможность именно покупать по отдельности термобелье, есть возможность покупать с разным комплектом. Комплектом удобно покупать для тех, у кого, так сказать, ну, грубо выражаясь, там, стандартный размер. Бывает такое то, что у человека там верх больше, низ меньше. То есть, опять же, для него... Одна рука длиннее, другой. Можно и так сказать. Мога и так далее. То есть, для него удобно покупать по отдельности вверх, допустим, и отдельно покупать низ. То есть, тут тоже в этом плане очень удобно подбирать термобелье именно по отдельности. В зависимости именно уже от ваших физических данных. И тут выбор, наверное, больше. По отдельности? Да, по отдельности как-то. Так... Ну, в любом случае, он достаточно солидный, этот выбор. Он и там, и там есть. То есть, если вы пришли за термобельем, как ни крути, вы без термобелья не уйдете. То есть, если, конечно, у вас там не заоблачное мечтание о золотом термобелье. Золотом? С золотой простройкой какой-то. Так, хорошо. Цены озвучили. Насколько они могут варьироваться уже там в процессе выбора? Ну, у нас термобелье, вот за одну вещь, у нас термобелье начинается от 1100 примерно. За одну вещь. Самый недорогой комплект стоит у нас полторы. То есть, 1500. А по качеству он? Оно неплохо, оно как раз вот подходит, оно идет универсально. То есть, как и для мужчин, так и для женщин. То есть, оно идеально подходит именно для прогулок, для легких прогулок, там, с собакой, с ребенком. То есть, там как раз используется хлопок. А в чем минусы? А, растягивается, понял. Не только хлопка. У хлопка есть свой минус в том плане, что он впитывает влагу и удерживает ее. То есть, тело больше... То есть, ты намокаешь все-таки, и это сказывается на комфорте. Единственное, сейчас вроде стали делать более правильное плетение у термобеля. То есть, даже при использовании хлопка тело все равно остается сухим. Просто ввиду физических способностей человека, у человека может быть аллергия, допустим, на шерсть. То есть, и для него альтернатива только хлопок. Хлопок, он по теплоте, он не очень сильно уступает шерсти, но, тем не менее, у него есть тоже свои минусы. То есть, именно вот это вот растягивание, оно быстрее выходит из строя, нежели, допустим, это же синтетическое термобелье. Срок службы там уже, надо понимать, поменьше, да, даже при правильном бережном уходе и так далее. В общем, полторы тысячи – это минимум. Это минимум, да. А максимум, он, видимо, бесконечен. Самое дорогое термобелье, комплект у нас выходит тысяч восемь. Восемь с половиной где-то. Принципиальное отличие. Это минус 60 градусов норвеговское термобелье, где используется стопроцентная шерсть мериносов. Это самое теплое. Все вещи изготовлены именно вот из шерсти. Ну, солидно. Минус 60. И что, оно пользуется спросом? Оно пользуется спросом. Оно очень удобно. Из-за того, что оно шерстяное, сначала к нему как-то вроде колется. То есть, а потом, когда людям начинаешь объяснять и предлагаешь, допустим, вы померите его. Оно на ощупь-то и на вид прям как шерсть? Оно очень мягкое. Как шерсть? Да. Как шерсть? Нет. Или нет, не походит на шерсть? Как объяснить. Оно как флисовая одежда примерно выглядит. Я просто сейчас представляю в уме бабушкины шерстяные носки, которые она визовала. Нет, но более… Вот представляете пуховые варежки? Да. Вот они такие же мягкие. А, приятные. Да, оно очень мягкое и приятное к телу. И оно, у него есть очень хороший плюс. Его можно использовать и как первый слой термобелия, и как второй слой термобелия. Сразу же напомните для тех, кто не слушал первую часть нашей беседы. Что такое слои? Слои – это… Первый слой – это одевается на нижнее… На тело непосредственно. На нижнее белье. Второй слой одевается поверх первого слоя. И третьим слоем уже идет непосредственно, допустим, мембранная одежда. Спасибо, что напомнили, да. Ну, бывает просто такое, что люди не сначала слушают нашу программу. Так, 8 тысяч – это максимум. Но это прям супер-супер. Ну да, его чаще берут на север люди, которые ездят, допустим, на работу. Вахту, как мы привыкли говорить. Да. В каких-то вот таких суровых зимних условиях. У меня вот еще какой вопрос интересует. Екатерина, я сейчас представляю, как выглядят наши рыбаки и мужчины, охотники. Это зачастую такие крупные-крупные дядьки. С животами уж, простите меня. С размером ноги такой солидной. Не возникает проблем. Термобелё очень хорошо тянется. То есть именно использование синтетических волокон, оно позволяет очень сильно растягиваться во все стороны. При всем этом оно не растягивается со временем. Но оно именно, когда его одеваешь, оно не сковывает движение, плотно прилегает и подходит практически на любой размер. То есть самый максимальный размер у нас 60-62, это 3XL где-то. Нет, это больше, наверное, даже чем 3XL. 3XL, 60-62 примерно. Ну, это мы имеем в виду... 58, 60, 62. В зависимости от фирмы. Тут у некоторых фирм бывает разница в размерном ряде. То есть вроде... Ну, потому что он за границей выпускается, и к российской системе не очень привыкли. В зависимости от производителя. В общем, вы гарантируете, что можно подобрать? Да, конечно. Вне зависимости от анатомических каких-то особенностей. Очень важный момент. Сейчас вот как раз поподробнее предлагаю поговорить об уходе за термобельем, чтобы служило оно дольше, чтобы было красивым, не теряло своих свойств. В общем, стирка. То, с чего начну серию вопросов про уход. Стирать можно? Можно. Как стирать? Желательно либо жидким мылом, любыми щадящими средствами. Ни в коем случае не натирать хозяйственным вот этим бруском. Нет, почему? Хозяйственное мыло оно не приносит как такового вреда термобелью. Просто оно очень легко стирается. Ввиду своих свойств, которые вообще обладают термобельем, оно, к нему грязь, она не особо прилипает. Оно очень легко стирается, и достаточно мыла, шампунь. Специальные бывают средства для термобелья, продаются для мембранной одежды. То есть любые щадящие средства только... У вас продаются эти средства? Нет. Это нужно в специализированных магазинах. У нас только продается пропитка для мембранной одежды, то есть защита от влаги. Так, если успеем, поговорим еще об этом. Хорошо. В общем, чистящие средства, желательно специальные. Да, в машинке желательно не стирать, потому что... В автоматической, не надо. Без разницы. В любой машине вообще нежелательно стирать термобелье именно в машине, потому что у них очень тонкие волокна и очень тонкое плетение, за счет чего, в принципе, термобелье и работает. Если его запустить в машину и часто достаточно стирать в машине, эти волокна начнут со временем просто разрываться. То есть оно быстрее будет выходить из строя. При отжиме в тысячу оборотов, ну, это довольно серьезная нагрузка, да, вот на эту тонкую работу. Стирать вручную, вы рекомендуете, и надо так делать, безусловно. А насколько активно это, насколько продолжительно вручную? Или там визуально? Визуально, то есть... Вроде постирал. Так просто, допустим, взяли, сполоснули футболку. То есть тут примерно этот же пошоркали, пополоскали немножко его, но не отжали. То есть отжимать, выкручивать, как раньше вот выкручивали различные вещи, его тоже нельзя, потому что тут также портятся волокна. То есть его немножко просто как пожамкали. Пожамкали? Хорошее слово, пожамкали. И повесили на веревку, то есть не вешать на батарею, то есть на сушилку, веревку, на батарею тоже его нежелательно вешать. То есть принудительная сушка при более высокой, чем комнатной температуре, вообще нежелательна? Да, оно в принципе ни к чему. Из-за полиастера, который в составе практически любого термобеля находится, оно очень быстро сохнет и без этого. То есть оно в принципе для этого и существует то, что человек, когда, допустим, бегая вспотел, термобеле у него все равно, тело сухое, термобеле оно как ни крути влажное. Оно очень быстро сохнет. То есть его достаточно лишнюю влагу просто отжать, не выкручивая, и повесить, сушиться. То есть буквально за ночь оно высыхает. Либо рядом с радиатором, но не на него, чтобы легкое тепловое воздействие шло и все. Ну, как обычно у нас бывает на отдыхе, если, например, та же рыбалка не однодневная, а с ночевкой, или ты поехал, например, в гости куда-то на дачу к друзьям, взял и надел, собственно, термобелье, за ночь высыхает. Да, конечно. Если это все оставить, вот в естественных условиях оно обязательно не сохнет. Но если оно не будет очень толстое. То есть тут есть свой нюанс в том плане, что если, допустим, тоненькое термобеле брать 100% полиэстер, то оно очень быстро сохнет. Если брать более толстое, из-за того, что там, да, содержится в составе шерсть, то есть оно может потратить более долгое время на просушку. Но шерстяное тоже ни в коем случае нельзя автоматически стирать на машине. Любое термобелье. Так же, как мембранная одежда, термобелье, термоноски, их вообще нежелательно стирать в одежде. Максимум, ну если совсем лень, вот прям, ну очень лень, самый щадящий режим выставлять и без дополнительного отжима. Какие еще особенности подчеркнете ухода за термобельем? Так про стирку понятно поговорили. Как его хранить? Можно ли его бросать где по полу? Либо его надо как-то аккуратно развешивать. Ну это как обычная одежда. То есть в принципе... От уровня испорченности человека зависит, да? Привык он раскидывать или привык? И это тоже. Это как обычная одежда, то есть она не требует к себе прям какого-то очень бережного хранения. То есть как вот, допустим, зимнюю одежду там поносили зимой, выстирали, высушили, сложили на полочку. То есть здесь нету каких-то особенных, так сказать, моментов именно по хранению. То есть вот тут особенный только момент, это стирка и уход. Это основное. Да, то есть при правильном... Вот у меня термокофта, она просто лежит на полке. То есть она ждет своего часа, когда выпадет снег, и ее можно будет одеть. То есть с ней за год ничего не случилось за сезон. Если случаются такие неприятные вещи с термобельем, ну вот зацепился, зацепилась, порвал... Тут зависит от... Как ремонтировать? Поддается это все? А тут зависит от ткани. От ткани. Если оно не сильно тянется, ну среднее, скажем так, растягивание одежды, в принципе, оно поддается. То есть где-то подшить, где-то затяжку поставили, ее там обратно немножко залатать, это не составляет проблем. Если вот оно совсем по швам пошло, то тут уже, в принципе, ушивать нечего. А по швам оно может пойти в каком случае? Если срок службы достаточно большой, то есть нитки, которыми прошиты швы, они уже... И стирали в машине. И стирали в том числе и растягивали, и выжимали его, и хранилось оно у вас тоже, не просохшее комком в шваху. А если человек активно кушал на ночь и в объемах подрос, тогда нужно новое термобелье покупать. Да, все-таки покупается, приобретается в тот размер, собственно, на день покупки, да, как выглядит человек. Но обычно это не составляет труда, если человек, допустим, там летом поднабрал перед зимой, то есть ему там оно чуть-чуть маловато стало, то есть оно обычно, так сказать, подстраивается под тело. То есть если там не совсем большой-большой размер человек набрал, то тут проблем-то не возникает. Либо уже по желанию там человеку, ну, мне некомфортно, мне он немножко давит. То есть он тогда приходит и говорит, вот мне слегка мало стало, я хочу новое, если есть возможность купить. Кстати, Екатерина, у нас остается не так много времени, 10 минут, вот мы говорим, мужчина, женщина, мужчина, женщина, представляя людей взрослых, а дети термобелье? У нас его не особо много. Нет, вообще, в принципе, если говорить, оно есть, да? Да, в природе есть большой ассортимент термобелья. Ну, в природе, в смысле, в магазинах различных представлены. И оно бывает, начиная от грудничков, заканчивая именно уже... Да вы что? Есть очень большой ассортимент детского. Чек появился на свет и уже можно искать, да? А как ему? Он же маленький, ему же нужно тоже зимой справляться с холодами. Ну, одеяло там, подушки в коляске, как это обычно бывает? Ватное одеяло, ватные штаны. Ватное одеяло, да-да-да, и так далее. Нет, оно тоже сейчас и детские термоноски есть, и детская мембрана одежды. Вообще термобелье настолько с каждым годом все растет и растет и растет, что выбор все больше, больше и больше. Растет что? Разнообразие вещей, да, вот всевозможных? Да, то есть вплоть до того, что есть термошорты для лета, есть термомайки, термофутболки. А зачем термошорты для лета? Ну, когда человек катается, допустим, на этом же велосипеде, ему же тоже жарко. То есть в обычных шортах жарко кататься, а... А в термо дышит? Да, во-первых, дышит, во-вторых, влагу отводит, то есть тело не перегревается, особенно когда, допустим, на улице плюс 30, а тебе на велосипеде с одного конца города на другой приехать. И плюсом ко всему термомайки, оно еще обладает антибактериальными свойствами. То есть оно, в принципе, оно не удерживает запахи, то есть оно лучше, скажем так, ведет себя именно в плане, чем обычная одежда. Вот почему я говорю, мужчины некоторые приходят, мне нужно там на работу ходить, я там хожу пешком. То есть если он надел термокофту, и пока он шел до работы, он где-то вспотел, от него не будет никакого запаха. То есть в этом плане тоже термомайки. Если он еще и не принимает душ ежедневно при этом. А хотя, наверное, в этом случае не спасет. Но это ладно, я так отвлекаюсь. Так, ну вполне себе практичная штука. Это очень удобно. И сейчас, когда вот сейчас до сезона осталось буквально пару недель, то есть уже опять... Да он уже наступил. Ну пока на улице дождь. Я имею в виду сезон подготовки. Сейчас готовится она. И подготовка. И когда вот снег уже выпадет, то есть мы ждем опять большой поток людей, которым именно нужно вот они не заранее подготавливаться к сезону, а именно в сам сезон приходят. То есть у нас достаточно большой. Вот мы в этом году, у нас ассортимент чуть повыше термобелья. Я хотел как раз спросить, насколько вы обновляетесь накануне зимнего сезона? Какие-то новые модели интересные, более интересные решения появляются? Ну, пара моделей новых пришло. Это что такое? Можно проговорить. Аласкан. Термобелье Аласкана. Это бренд опять-таки Аласкан. В чем выгодное отличие? Оно пришло чуть более тонкое, чем предыдущее. Ага. То есть вот мы пробуем, мы не заводим незнакомое термобелье, мы стараемся из выбора покупателей, из их именно, так сказать, предпочтения выбирать термобелье у поставщиков, которые именно будут пользоваться спросом, а не будут просто у нас лежать. Ну, и при этом нужно учитывать, что цена, да. И цена, чтобы была, да, незавышенная. Но если у нас, допустим, размерный ряд заканчивается, вот самое популярное термобелье для рыбаков на среднюю активность у нас Comfort Extreme. Вот у нас размерный ряд... Это бренд? Comfort Extreme. А, так и называется. Comfort Extreme. Так, запоминайте, мотайте на усы, рыбаки. Хочу Comfort Extreme, придете, спрашивайте. Вот у них, допустим, если размерный ряд заканчивается, у нас менеджеры очень быстро стараются работать, то есть они сразу заказывают размерный ряд, то есть у нас практически круглогодично имеется полный ассортимент термобелья по размерам. Единственное, вот термобелье вот Гуаха, на него сейчас распродажа как раз идет, мы его распродаем, потому что вышло более новое. Ну, остались запасы, видимо, да? У нас сейчас вот на них идет скидка, там, в принципе, и подобрать можно будет. Не факт, что верх и низ будут одинаковые, но по отдельности подобрать в любом случае можно. В общем, для не слишком людей с большими претензиями, как он выглядит. Да, и цена у них до полутора тысяч, то есть оно недорогое, но при всем этом оно очень хорошее. Просто сейчас вышло более новые виды термобелья и производителей, то есть мы стараемся и то, и то вроде предлагать, но некоторые предпочитают что-то более новое, более усовершенственное. Хотя у них, вот как раз у Гуаха, у них был, у них есть линейка 350, если мне память не изменяет, у них вот оно по линейкам идет, у них, допустим, 370 серия. А, нумерация такая, да? Да, 350, вот у них очень удобная линейка, вот именно она идет с шерстью и полиэстера. У них и влагу отводит, и тепло сохраняет, и подходит практически на любую активность. То есть в этом плане они как бы идут пока что в некоторой степени впереди. Ну вот мы говорили с вами, да, и про иностранные бренды, и про российские бренды, но жизнь такая, тут нельзя не вспомнить. Колебания валют курса отражаются? Доллар падает? Не особо. Белье дорожает? Нет, не особо. Мы стараемся держать цену примерно такую, какая она есть. То есть изначально вот вне зависимости от курса валюты, термобелье Норвег, у нас цена у него держится. Недорожаем, да? Она вот тут буквально там рублей на 50, на 100 подорожала, то есть несущественная разница. Это за комплект, за вещь? Вещь у них одна в среднем стоит 2,5. А, ну 100 рублей, да. То есть раньше, когда комплект выходил, можно было ровно в 5 уложиться, ну сейчас 5200, 5300. То есть не особо большая разница, не так, что там она стоила 2000 комплекта, сейчас он в 8 выходит. То есть это не сильно влияет, так же, как и на зимние костюмы. У нас, в принципе, курс валюты не сильно влияет вообще на ценовую политику в магазине. А хотелось бы знать, вот тенденции, куда вообще движется вот эта индустрия термобелья, что еще нового ожидать, каких еще более необычных, не знаю, приемов, решений там, или все, что сейчас есть, это уже достаточно разнообразно. Это разнообразно, но мы все-таки надеемся, что... Вот расскажите, не знаю, вот настолько привередливый покупатель, что вы не знаете, что ему предложить, и остается только ждать, что, возможно, это появится. Вот в чем тут такие нюансы, претензии, возможно, заключаются? Чаще всего претензии от покупателя может заключиться только в том, что для него это дорого. То есть очень много потребителей бывает, что вроде ты ему предлагаешь там уложиться в полторы, в две, в две с половиной тысячи максимум. Для него вот эти полторы, две с половиной, это очень дорого. То есть мы все-таки надеемся, что, возможно, российский какой-нибудь бренд появится и будет производить термобелье, которое будет и по цене достаточно доступным. Именно из наших материалов, допустим, не из-за границы покупать. И плюсом ко всему у них будет линейка. Ну вот, как я и говорила, для активного, для пассивного и на низкую, допустим, активность, на среднюю. То есть пока остается, нам надеется только на изготовителей, собственно, отечественных, которые поставят себе задачу сохранить высокое качество при максимально низкой цене. Но пока этого, что касается российских производителей, нет. Очень часто просто бывает, когда люди приходят и говорят, я там купил термобелье за тысячу, и оно у меня там порвалось на третьей, на пятой гулянке. Гулянке. Мы про рыбалку говорим, Екатерина. Про рыбалку, ну, на рыбалке, допустим, на охоте, без разницы. То есть вне зависимости от вида деятельности. То есть он сэкономил, и в следующий раз он уже идет и понимает то, что я лучше заплачу один раз на достаточно хорошую цену и буду носить термобелье. Ну, вы наверняка, как грамотный консультант, должны предупреждать, да, все-таки, людей. Вот если вы берете эту вещь, то я вам не гарантирую, что оно прослужит вам долго, потому что вот это, вот это, вот это. Ни одного раза еще не было, чтобы человек пришел и сказал, что вот вы мне посоветовали плохое термобелье. А, не, ну, я имею в виду вы-то ведь можете такое, да, рекомендую создать? У нас нет термобеля, которое действительно будет мало служить. То есть мы выбрали, у нас не самый большой ассортимент, допустим, в городе, но у нас, пусть он средний ассортимент, но у нас термобелье, оно очень хорошее. То есть мы плохое термобелье мы не заводим, это бессмысленно, потому что... Ну, потому что у вас контингент, который обязательно пойдет и проверит на себе. Оно мало того, что пойдет и проверит, оно же потом придет и скажет еще. Рыбаке, они же веселые люди. Это же своя такая когорта, своя компания, да, безусловно. Ну что, в общем и целом, достаточно подробно, да, мы рассмотрели тему термобелья, выводы делаем, такой итог программы, надо готовиться, надо присматриваться, да. Вы на месте все можете подсказать, рассказать. Еще раз я возвращаюсь к тому, с чего мы начинали. Главное знать, для чего, какой, собственно... Для какого вида деятельности. Да, какая, собственно, активность у вас будет, не очень, либо высокая активность. Вот от этого отталкиваетесь, это основное, и, собственно, можно найти уже вещи и по кошельку, и по душе. Вся рабура малиновая. Спасибо. Екатерина Климова, эксперт компании «Арсенал». На этом программа наша не заканчивается, но вот с Екатериной мы на сегодня прощаемся. Еще немножко времени остается на подведение итогов конкурса, фотоконкурса. Победитель, счастливчик, обладатель сертификата на 3 тысячи рублей от рыболовного клуба «Белуга» станет известен буквально через несколько секунд. Не прощаюсь. Трофей «Рыбалка». Итак, осталось малость буквально... Ну, как малость? Малость — это по времени, потому что завершается уже программа «Трофей и рыбалка». А вот по призу, который сейчас будет разыгран, это да, это целых 3 тысячи. Сертификат на целых 3 тысячи рублей от рыболовного клуба «Белуга» в «Чистых прудах». Я, честно говоря, долго не маялся, кому же вручить этот приз, потому что фотоконкурс, запущенный в нашей группе ВКонтакте, он пока не слишком популярен, но я думаю, что все это дело раскрутится. На протяжении последней недели я все заходил туда, в эту группу, и любовался тем трофеем, который выложил туда Алексей Рыболовлев. Фотоконкурс, напоминаю, у нас касается зимней рыбалки. Вот Алексей там опубликовал фото своего улова. Это окунь, достаточно такой солидный по размерам и по весу. Рядом с окунем лежит зимняя удочка, и они практически идентичны по длине. Так что Алексея я поздравляю, именно ему достается сертификат на 3 тысячи рублей от рыболовного клуба «Белуга». И прямо сейчас я собираюсь с Алексеем связаться и пообщаться с ним в эфире. Алло. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Да, Алексей, спешу вас поздравить с победой и пригласить к нам на радиостанцию за тем, чтобы получить приз, сертификат на 3 тысячи рублей от рыболовного клуба «Белуга». Расскажите, пожалуйста, о своем увлечении рыбалкой. Как давно вы держите удочку в руках или какие-то другие снасти используете? Свою первую удочку я сделал в 6 лет. Ого, какой был самый первый пойманный трофей на эту удочку? Уже не вспомнить, их было очень много. Самые запоминающиеся, самые выдающиеся экземпляры, которые вам попадались? Сон на 20 килограмм. Так. На спиннинг. Карп на 8. Щука 6. Самая любимая снасть у вас какая? Спиннинг и чертик. Зимняя рыбалка, летняя рыбалка, что больше нравится? И то, и то. Отлично. Ну, участвуйте еще в нашем конкурсе, привлекайте друзей, товарищей, пусть тоже выкладывают свои фото. До свидания. Да, всего доброго. Фотоконкурс абсолютно любой, абсолютно каждый из вас в нем может поучаствовать. Заходите в группу нашей радиостанции ВКонтакте, ищите соответствующий пост. Итоги мы подводим еженедельно. По четвергам с 8 до 9 вечера звучит имя очередного победителя. А в конце месяца мы по традиции разыграем топливо от нашего генерального партнера, компании «Движение нефтепродукт». Это 92-й бензин марки «Ультра». Целых 30 литров топлива на этом программа сегодняшняя завершена. До свидания. Трофей. Рыбалка.